МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как выжить бизнесу? Правительство региона разрабатывает антикризисные меры. Лапа на старт. На территории ГОО и ЧАЭС прошел спортивно-кинологический праздник. Сбили корону. Хоккейный клуб Саров с разгромным счетом уступил Лысковскому торпедо. Далее расскажем во всем подробно. Практически каждый день с российского рынка уходят крупные бренды и поставщики. Курс доллара и евро давно побил все рекорды. Люди начинают экономить. Все это, безусловно, не лучшим образом сказывается на бизнесе. Предприятия теряют контрагентов, необходимые для производства или торговли товары. Теряют покупателей и вместе с этим прибыль. До этого сильным ударом по бизнесу стали коронавирусные ограничения. Правительства страны и регионов разрабатывают все новые меры поддержки. Повлиять на то, какими должны быть эти меры, могут и сами предприниматели. Льготные кредиты, снижение административной нагрузки, помощь в организации международной деятельности. В связи со сложившейся обстановкой в Нижегородской области обеспокоились поддержкой регионального бизнеса. На сегодняшний день готовят около 40 разных мер поддержки предпринимательства. Более 100 предложений направили в федеральное правительство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин. В планах у нижегородского правительства в первую очередь финансовая и организационная поддержка предпринимателей. Полезным, наверное, будет для предпринимателей своего рода кредитные каникулы. Но это только для тех, у кого кредиты взяты до 1 марта 2022 года и у кого финансовая ситуация ухудшилась. Там снижение прибыли на 30% должно быть. Такие мер поддержки уже практически введены. Да, крупные компании ушли с российского рынка. Но это хороший шанс показать себя для отечественного бизнеса. Губернатор сообщил, что сейчас составляют перечень продукции для импортозамещения. Основная нагрузка по этому направлению ляжет в основном на промышленные площадки регионов. Местные предприятия могут предоставить и новые рабочие места тем, кого уволили или сократили из-за приостановки деятельности ряда компаний. Поэтому правительство и на федеральном, и на региональном, и на муниципальных уровнях заинтересовано в том, чтобы бизнес не просто выставил в сложное время, но и развивался, диверсифицировал направление деятельности. И меры поддержки будут разрабатывать в том числе и опираясь на потребности предпринимателей. Я прям призываю предпринимателей не молчать, озвучить, с какими конкретно проблемами столкнулись, какие проблемы есть по экспортным контрактам, каких материалов комплектующих не хватает, стоит ли продукция на границах, были ли поставки из западных стран. На сайте мойбизнес52.рф в разделе «Проблемные вопросы» можно оставить заявку на консультацию по решению возникающих трудностей или обратиться по телефону горячей линии 8 800 301 29 94. А Центр поддержки предпринимательства ждет всех желающих на круглый стол с участием Марины Жуковой, заместителя главы администрации, который состоится 17 марта. H&M, Zara, Louis Vuitton, IKEA, Cosmopolitan – знакомые бренды уходят из России и, казалось бы, это уже перестает удивлять. Но 14 марта войдет в историю отдельной строкой, как день, когда не открылись рестораны Макдональдс и аккаунты в Инстаграме. Популярная сеть фастфуда сама приостановила деятельность в нашей стране, а вот социальную сеть заблокировал Роскомнадзор. Причиной стало заявление пресс-секретаря Мета Энди Стоуна, из которого следует, что компания не будет пресекать призывы к насилию против россиян, в том числе военнослужащих. Позже, правда, в Мета отметили, что так называемые хейт-спич будут видны только на территории Украины. Но на решение Роскомнадзора это не повлияло. А как относятся к изменениям саровчане и легко ли перестроились к отсутствию привычных товаров и услуг? Эти вопросы на улице города задала наша съемочная группа. Макдональдс всегда можно заменить. Жалко Кока-Колы, конечно. Ну, я думаю, что-нибудь придумано, что-нибудь свое. Тем более, леток, васик появится. Всякие тайт, ариель, может быть, без них будет тяжело жить. А так, в принципе, у нас есть свои. Вконтакте есть. Вконтакте наши все. А в инстаграме не сидите? Ну, у меня был там аккаунт. Ну, конечно, удобно фотографии размещать, но в целом, так как бы, в общем, что есть, что нет. А в каком пути будете искать? Нет, он запрещен. Это чревато по уголовным преследованиям. Отрицательно. Но я думаю, что все-таки найдутся те люди, которые сделают какие-то альтернативы данным компаниям. А так, да, отрицательно. Жалко. Какие-то подные пути будете искать для инстаграма, в частности? Для инстаграма? Ну, я не пользовался практически инстаграмом. В основном вконтакте, телеграм. Одежду я покупала, но только с логотипом. А она вся сделана, ну, вы знаете, в какой стране. Вот. На бирочке написано одно, а логотип пришит совсем другой. Поэтому, в общем-то, я безболезненно это все принимаю. У меня в инстаграме-то, собственно, нет. Вот, а Макдональдс, я в Сарой Макдональдс не видел. Ну, Нижний Москва. Ну, в принципе, как бы, я думаю, что если вот к нам так относятся со стороны компаний Макдональдс, там, этот почерк, то как бы, пускай уходит. Глава города проведет личный прием граждан 29 марта. Для того, чтобы попасть на него и задать свои вопросы Алексею Сафонову, необходимо до 22 марта записаться по телефону 9 90 59. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 15 марта нельзя будет оформить больничные дистанционно, сообщает в региональном министерстве здравоохранения. Напомним, 7 февраля нижегородцы могли оформить больничные, не приходя в поликлинику и не вызывая врачей на дом. Это было связано с колоссальной нагрузкой на первичное звено здравоохранения. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью стабилизировалась населению, вновь для открытия больничных придется обращаться в поликлиники по месту жительства или вызывать врача на дом. Сыровчане смогут сменить пуховики на легкие куртки лишь в третьей декаде марта. Морозы покинут Нижегородскую область только к 20 марта, сообщил начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Средняя дата перехода к устойчиво положительным значениям в наших широтах приходится на 26 марта. В этом году это может произойти чуть раньше, ко дню весеннего равнодействия. Метеорологи прогнозируют более интенсивные оттепли. В минувшее воскресенье в социальных сетях появилась информация на улице Речной, что-то горит. Как позже выяснилось, 13 марта в 16 часов на пульт спецуправления сообщили о возгорании в доме в частном секторе. К приезду пожарных огонь уже бушевал по всей кровли здания. Пожар грозил перекинуться на рядом стоящий гараж и жилой кирпичный дом, а также мог привести к взрыву газового оборудования. К счастью, огонь удалось локализовать до того, как он вышел за пределы горящего здания. Частично обрушилась крыша дома, прогорели несущие стены, огонь уничтожил вещи владельцев. Пожарные напоминают саровчанам о том, что необходимо чистить дымоходы не реже одного раза в месяц, не перегружать электросеть, установить в доме первичные средства пожаротушения. Пятеро саровчан сели за руль пьяными, 19 решили нарушить правила остановки или стоянки, а 19 участников дорожного движения решили не пристегиваться ремнями безопасности. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На прошлой неделе дорога города, несмотря на праздничные выходные, было спокойно. Зарегистрировано 8 ДТП, в которых обошлось без пострадавших. В трех авариях участники скрылись с места происшествия. 10 марта, в период времени с 19 часов до 16 часов, во дворе дома номер 60, корпус 2, по улице Зернова, неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд в настоящую автомашину «Фальсваген Поло», причинив автомашине механическое повреждение, после чего с места ДТП скрылся. Аналогичное ДТП случилось на следующий день на Шверника. Неизвестный повредил два припаркованных автомобиля и скрылся. ГИБДД просит свидетелей обратиться в дежурную часть, чтобы установить виновников аварий. Административным законодательством нашей страны предусмотрена довольно-таки жесткая ответственность за данные правонарушения в виде лишения права управления на срок от года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток лицу, виновному в совершении данного административного правонарушения. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию «Частный перевозчик», чтобы выявить нарушения со стороны водителей легковых такси и автобусов. По итогам операции привлечены к ответственности должностные лица, которые выпустили на линию автобуса с непройденным техосмотром и с неработающим тахографом. На протяжении двух лет в рамках проекта «Читаем вслух» пары, мама, дочка или бабушка и внучка в канун 23 февраля встречались во Дворце детского творчества. С импровизированной сцены звучали рассказы и стихи про пап, защитников Отечества. В этом году они встретились уже в марте, и репертуар традиционной встречи изменился. «Тогда я сказала себе, Фира, в чем проблема? Ты хочешь детей? Пойди в детский дом и возьми себе ребенка». «Еврейская мама» – рассказ полной любви и трагических переживаний. В нем вся суть характера сильной слабой женщины, для которой быть еврейской мамой – настоящее призвание. Очередную встречу в рамках проекта «Читаем вслух» начали с немного грустного философского произведения Аркадия Хайта. Рассказ описывает события 70-х годов, когда железный занавес стал падать и многие евреи смогли вернуться на историческую родину. Однако своими там стать так и не смогли. И вот с этой ситуацией национальной внутренней боли, переживаний было связано очень много произведений и в живописи, и в литературе, и в музыке, и в жизнях людей, в судьбах людей. Вторая часть встречи была более легкой, позитивной. Читали дневник мамы первоклассника Маши Трауп. Автор оказывает неоценимую помощь родителям, позволяя заранее подготовиться к предстоящим изменениям в жизни и подготовить к ним сына или дочь. А те мамы, для которых это пройденный этап, с улыбкой узнавали себя в этих произведениях. Так в строчках двух совершенно разных художественных произведений переплелись философии и реалии жизни – грусть и веселье, переживания и воспоминания. Хочется сказать слова благодарности организаторам конкретного мероприятия за подход к подбору вот этих литературных произведений, которые были. Было видно, что это было сделано с любовью. Впечатлил очень рассказ «Еврейская мама». Рекомендую к прочтению, потому что это действительно очень актуально в современной обстановке. Завершили встречу по традиции коллективной фотографии на память. На территории ГООЧС прошел спортивно-кинологический праздник «Лапа на старт». В двух конкурсах для четвероногих, питч-энд-го и веселых стартах смогли принять участие все желающие горожане с собаками. Вельш Корги Пемброк по кличке Есенин очень любит бегать за игрушками и выполнять различные команды. В кинологическом празднике «Лапа на старт» собака участвует во второй раз. В прошлом году Есенин занял первое место в своей категории – взрослая мини. И хотя победить всегда приятно, такое мероприятие и для собаки, и для его хозяина – это прежде всего приятная атмосфера, отличное времяпрепровождение и возможность пообщаться с другими четвероногими и их владельцами. Когда гуляем, для того, чтобы дать побольше нагрузки, вот бегай за пулером в лесу. Просто ожидаем хорошей кампании, погода прекрасная, поэтому насладиться прогулкой. Ну а там что получится. Ежегодный спортивно-кинологический праздник «Лапа на старт» стал для многих горожан и владельцев собак полюбившимся мероприятием. «Лапа на старт» объединяет четвероногих друзей разных размеров, возрастов и пород. Здесь можно встретить лабрадоров, бордер-колли, бельгийских и немецких овчарок, корги и обычных беспородных собак. У нас два конкурса. Это питч-н-гоу, личное и командное. Ну, бросай-неси. То есть собачка должна сбегать и принести несколько раз любимую игрушку на время. И второй конкурс – веселые старты. На саночках необходимо будет веселый такой конкурс перевести. Три мячика тоже на время. Призовые места распределили по разным категориям собак. И с подарками ушли не только победители. Все участники мероприятия «Лапы на старт» также получили приятные презенты. Какая боль. Хоккейный клуб «Саров» с разгромным счетом уступил Лысковскому «Торпедо» в первом матче плей-офф чемпионата в высшей лиге Нижегородской области. Гости захватили преимущество с первого периода и не отдавали его до конца игры. В чем причина поражения? И сохранили ли саровчане шансы на первое место? Расскажем далее. 3-8 такого финального счета на табло не ожидал никто. Хоккейный клуб «Саров» весь чемпионат был в числе лидеров. Но в первом домашнем матче в рамках плей-офф уступил «Торпедо» из Лыскова. Прошлые игры заканчивались победой нашей команды. Но, похоже, уверенность в успехе в этот раз сыграла с Саровым дурную шутку. Первый период закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. В раздевалке пообщались, что надо добавлять, что вышли не настроены. Ну, молодцы. Вышли второй период. Да, буквально там 10-12 минут побегали, достали из себя. Где-то побольше начали бросать. И потом 3-2 повели, опять расслабились. Лыскова дало понять, что это плей-офф. На перерыв после второго периода уходили уже со счетом 3-4. В третьем игровом отрезке Саров попытался отыграться, но пропустил острую контратаку. Лысковчане забросили пятую шайбу, после чего наши игроки опустили руки. Итоговый счет игры 3-8. Ребята-то молодцы. Все такие и бегут, и здоровые, и спортивные. И обыгрывают хорошо. Ну, видно, фортуна на нашей стране сегодня была. А так, ребята-то молодцы. Все спортшколы закончили. Все игровые такие. К ним-то вообще вопросов нет. Наверное, что-то не повезло, не залетело. Может, наш вратарь больше, лучше сыграл, чем они. Мы где-то, я думаю, недооценили соперника. И слава богу, что это случилось сейчас. Нам сбили корону. Думаю, что в Лысково будет другой хоккей в следующую субботу. Следующий матч в рамках плей-офф пройдет на поле торпеда. Если в Саровчане выиграют, то в воскресенье примут Лысковчан в Ледовом дворце. Если проиграют, то будут бороться за третье место в чемпионате. Следите за новостями хоккейных баталий в группе «Канал 16 ВКонтакте». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал 16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА